Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в Christian Land. Сегодня у нас поистине паучий день, потому что вышел долгожданный трейлер Человека-паука вдали от дома. На самом деле я делал сценарий к этому видео очень долго, я пытался разобрать какие-то детали и сделать этот разбор самым крутым из всех, которые я когда-либо делал, потому что вообще мои разборы набирают мизерное количество лайков, я этому конечно же не рад, мне очень грустно, потому что над этими видео я наверное трачу больше всего времени и над этими видео я больше всего стараюсь. Ну я над всеми видео стараюсь, но над этими, вы сами понимаете, надо разобрать двухминутный или даже двух с половиной минутный трейлер по кусочкам, рассказать вам все, что только можно рассказать из этого трейлера. В общем не будем тянуть, погнали! Итак трейлер начинается с забавной сцены, где Питер попадает в неловкую ситуацию. На таможне в аэропорту его останавливают и проверяют его чемоданчик. Кстати, этот чемоданчик не простой, это чемоданчик дяди Бена. Там есть подпись и чуть позже в трейлере нам тоже покажут этот чемоданчик, там будет подпись Бен Паркер. В общем-то можно надеяться на то, что нам расскажут в фильме историю дяди Бена, где он и так далее. Возможно они с тетей Мэй просто в разводе, не обязательно, что он умер. В общем об этом уже узнаем в фильме. Итак, про неловкую ситуацию. Тетя Мэй кладет Питеру с собой костюм Человека-паука. Как мы уже понимаем, тетя Мэй знает, что Питер Человек-паук, она в этом его полностью поддерживает, то есть ей даже это нравится, то что ее племянник Человек-паук. Как уже было давно известно, и нам это конечно же показали в трейлере, ребята, одноклассники Питера и сам Питер, в общем весь его класс вместе с учителем отправляются в европейское турне. И это очень круто, потому что на самом деле не было еще ни одного фильма Марвел, в котором мы бы увидели с вами какие-то путешествия по различным странам, по различным городам. И лично мне это очень нравится, потому что какое-то разнообразие хотя бы будет, а то Асгар, там Нью-Йорк и так далее. И наконец-то мы с вами увидим какие-нибудь другие города, такие как Прага, Лондон и так далее. Также в начальных сценах нам показали паспорт Питера Паркера. Я сразу понял, что тут что-то есть, потому что Марвел бы не стали просто так показывать, режиссер Джон Уоттс не просто так бы вообще включил эту сцену в фильм. И я рискал примерно полчаса, полчаса я рискал по интернету, что же это за отсылка. В итоге я нашел, это 10 августа. Именно 10 августа 1961 года вышел в продажу комикс Amazing Fantasy, где у нас и появился Человек-паук впервые. И в паспорте указано, что 10 августа родился Питер Паркер. Как вы знаете, вышло два трейлера, международный и наш российский. Наш российский немножко, немножко отличается от международного. В международном трейлере есть сцены Флирта, Хэппи Хогана и Тети Мэй. Как вы видели, они находятся на благотворительном вечере, может быть, на каком-то сборе имени Тони Старка. И, кстати, на этом чеке подпись Пеппер Поттс. Это может сподвигать на мысль того, что Тони Старк не выжил, что он умер в Амститлих-4, либо просто Пеппер возглавляет этот благотворительный фонд и просто им руководит. Так что пока что не надо загадывать о том, что Тони Старк умер. У меня есть маленькое доказательство того, что Тони Старк жив, и об этом я скажу чуть ближе к концу видео. Так что идем дальше. Итак, турне Питера и его класса проходит отлично. То есть они поехали в Европу. Что может быть круче? Поехать в Европу с крутыми одноклассниками, там, со своим другом Недом. Это, конечно же, очень круто. Вот. Но не тут-то было. Их турне прерывается, и прерывает его Ник Фьюри. На самом деле, когда я увидел сцену впервые, где Неду в шею стреляют дротик, я такой останавливаю на паузу, ставлю на паузу и такой, да ладно, это Крейвен Охотник? И тут Ник Фьюри. Я такой, ладно, Крейвен Охотник позже, может быть, в киновселенной Сони с Венома, может быть, там он появится, вот. Но меня это не огорчило, было понятно, что Ник Фьюри появится, и так далее, это подтверждено. Вот. Но я думал, именно в этой сцене, это что, Крейвен? Но, нет, это оказался не он. И как мы видим в этой сцене, Ник Фьюри просит помощи у Человека-паука выполнить задание. И что это за задание? Это борьба с элементалями. Элементали. В общем-то, это стихи, как мы видели, это вода, камень, огонь. И всех их предстоит Питеру преодолеть. Но, опять же, эта просьба Ник и Фьюри наводит на мысль того, что нет мстителей, нет супергероев на Земле, которых Ник Фьюри мог бы спросить, потому что понятно, что это не такая уж и маленькая проблема, и просить там 17-летнего школьника, или сколько там Питеру будет лет в фильме, вот, это не очень разумно. И он, скорее всего, привлекает к этому делу и мистерио. Опять же, Том Холланд и Джейк Джилленхол говорили о том, что мистерио и Человек-паук будут сотрудничать, они будут некими друзьями и так далее. Но понятно, что от поры до времени, вот, возможно, Ник Фьюри наймет мистерио, и вдобавок попросит Человека-паука помочь, и мистерио будет сотрудничать с Человеком-пауком. Как вы видели, когда Питер начал не справляться с этим, с один из элементалем воды, вот, давайте называть его Водяной Человек, вот, прибывает мистерио, и все разруливает. Кстати, о мистерио. Вы заметили, что у мистерио не какие-то там иллюзии, он действительно имеет какие-то суперспособности. Я уверен, что в киноселенной это так и обыграют, сделать его, то есть, не обычным человеком, у которого какие-то технологии, а действительно человеком, у которого есть суперспособность, в общем-то, супергероем или антигероем, каким он окажется, скорее всего, в фильме, ну, как я думаю, потому что, ну, бред вести мистерию, как героя, и, допустим, напарника Человека-паука. Это было бы, конечно, мега глупо. Также мы видим классную сцену полета Человека-паука в Нью-Йорке. В ней тоже есть кое-что очень интересное. И, конечно же, я думаю, многие из вас заметили, эта тема уже мусолится очень долгое время. Башня Мстителей. Что же с ней, кто ее купил и так далее. Как мы видим, в Человеке-пауке вдали от дома эта башня будет перестраиваться, будет такая, знаете, глобальная перестройка. И я думаю, в конце фильма мы узнаем все-таки, кто это. Фантастическая четверка, либо это Норман Осборн. Но я склоняюсь больше ко второму варианту, потому что, как сказал Кевин Файги, Фантастическая четверка, Люди Икс и так далее, они только-только переходят к Марвел, и у Кевина Файги еще нет пока что идей для введения этих персонажей в киновселенную. И поэтому, я думаю, Башню Мстителей купил именно Норман Осборн. Опять же, есть куча теорий о тайном злодеи Марвел, который все время, знаете, был на чеку, где-то в стороне от глобальных событий в киновселенной. Это мог бы быть Мандарин, но, скорее всего, это Норман Осборн. Это будет такой, знаете, ну не то, чтобы твист, потому что, как уже все фанаты практически догадываются об этом, и я вам сейчас об этом говорю. И в конце фильма нам покажут, что Норман Осборн там что-то затевает, что он вот достроил свою башню, вот, и у него какие-то грандиозные планы, там, я не знаю, может быть, по пейнте Человека-паука, или он хочет завладеть миром. В общем, об этом, я вот просто уверен на 100%, об этом мы узнаем уже прямо в самом конце фильма. Вот, помните мои слова. Также в трейлере мы увидели три костюма Человека-паука. Это костюм из Гражданской войны, к которому мы уже с вами более-менее привыкли. Это черно-красный костюм. Поговаривают еще в сети, мне один подписчик написал, такой, знаете, свой мини-разбор. Он предположил, что костюм черный, это, ну, черно-красный, это тот же костюм из Гражданки, просто это с активацией мгновенного убийства. Но я не верю в эту теорию, потому что все-таки мне кажется, что красно-черный костюм это разработка, опять же, Тони Старка. О нем прямо в конце видео поговорим. Я думаю, что это разработка Тони Старка, и, возможно, Хэппи Хоган ему подогнал, когда уже было совсем тяжело сражаться, и он подогнал ему какой-то новый, супер-инновационный, более крутой костюм, чтобы Питеру было легче сражаться с этими элементалями. Элементалями, да? По-моему, так. Итак, Тони Старк. На самом деле, этим трейлером, как вы понимаете, вообще всей маркетинговой компанией руководствуется Sony. То есть, Sony Pitchers решают, какие кадры, вообще, что можно спойлерить, а что можно не спойлерить в этом трейлере. Как мы знаем с вами по последним трейлерам вообще всех фильмов Marvel, Marvel любят сдержанность в последнее время, потому что им позволяет их статус, они просто сдержанные трейлеры выпускают, допустим, к Местителе Финал, это мега сдержанный трейлер, в нем нет никаких, знаете, экшен сцен, которые спойлерили бы что-то и так далее, но и то фанаты даже из этого маленького тизера умудрились построить вагон теорий, которые я не очень люблю, но все же есть годные теории, вот. И Sony Pictures напихали в этот трейлер просто все, что можно было только напихать и Мистерио, и его способности, и три костюма Питера и так далее. В конце трейлера мы видим, что Флэш и вообще одноклассники Питера и сам Питер и Нед там есть, смотрят телевизор, там показывают битву Человека-паука и Мистерио с этим водяным человеком. И Флэш говорит забавную фразу, типа Мистерио это смесь Тора и Железного Человека. И нам сразу же переключают на реакцию Питера. У Питера вообще такая нормальная реакция, типа, ага, типа, ну круто, вот. И что это может значить? Это может значить, что Тони Старк жив, все с ним в порядке, скорее всего, он где-нибудь, я не знаю, на островах, с Пеппер Поттс, они уже сыграли свадьбу. Тони Старк в отставке. Такое возможно, потому что, я как уже сказал, реакция Питера Паркера была совсем обычной. То есть, он такой, типа, ну окей, и все. То есть, у него не было никакой грусти, он не расплакался и так далее. Но, мы знаем, что Марвел любит вырезать какие-то сцены и склеивать их так, что они приводят замешательство. Так вот, возможно, 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 все-таки фильм после этих слов, Человек-паук, я не знаю, расплачется или, в общем, загрустит по-любому, если Тони Старка убили, там, в МСИК-4, если он умер. Вот. Но, мне почему-то кажется, что это Sony Pictures немножко так пропустили этот момент и немного, немного спилернули. Я уверен, что в данных разборах, которые вы увидите еще на Ютубе, не только у меня, там, у Кьюбайта, у Гик Муллис, у Кадзи Крапа, они тоже обратят на это внимание. Лично я обратил на это внимание просто сразу же, потому что, вообще, трейлер сконцентрирован очень сильно на Питере Паркере, на школе, ой, на школе, на одноклассниках, вот, и вообще на этом турне. Это, конечно, классно, вот, никакой практически, никакой связи с киноселенной мы не видим, эту связь создает лишь Ник Фьюри. Также мы знаем, что в фильме появится Мария Хилл, потому что в одной из сцен, в одном из кадров, где у нас Ник Фьюри и Мария Хилл стреляют в этого каменного человека, будем его так называть, вот, она тоже появится, это будет такая некая связь, хоть какая-то с обширным миром киновселенной Марвел, именно в трейлере. Конечно же, в фильме будет множество пасхалок, множество отсылок, возможно, если Тони Старк умрет в Антитлих 4, будут и разговоры между Ником Фьюри о Тони Старке. В общем, это на самом деле очень тяжело предугадать, потому что это новый фильм, это первый фильм четвертой фазы киновселенной Марвел. Это поистине очень значимый фильм, и я думаю, что он не такой простой, каким нам показали трейлер, он намного запутаннее, он намного тяжелее, как мне кажется. Также нам не показали Лиза Лин, скорее всего, она уехала с концами и уже больше не появится в киноселенной, и мы видим, что Питер действительно по слухам подтверждаются слухи, Питер будет завязывать, как он и сказал это в трейлере, завязывать отношения с MJ. Зинда и Том Холланд, они в принципе подходят и гармонично смотрятся, очень необычно, так что пара, мне кажется, будет очень классная, очень прикольная. Также мы видели с кадров со съемок, что они будут летать по городу, это тоже выглядит романтично и круто, но я думаю, все-таки фильм больше сконцентрируется на проблеме, во-первых, со злодеями, во-вторых, с мистерием, и в конце, как я уже сказал, про тайного злодея, кто же купил там Башню Мстителей и так далее. Мне кажется, это будет такая, знаете, сюжетная линия третьего плана, может быть, даже четвертого, они так слегка ее затронут, но все-таки это не будет кистиком всего фильма. Итак, вот такие вообще у меня мысли, вот что я увидел в этом трейлере, пишите вы в комментариях по поводу Железного Человека, как вы думаете, с этого, с помощью этого трейлера можно понять, погиб Железный Человек или он жив и все у него в порядке. Обязательно оставляйте свои комментарии, я правда все прочитаю, можете писать мне в личке ВКонтакте различные теории, вот недавно мне прям человек 5-7 может быть написали теории, вот по поводу МСИТ-ЛИ-4 и вот недавно по Человеку-Пауку написали. Все они интересные, все они классные, я всем обязательно отвечу и возможно сделаю огромный видос на минут 20, где я буду с вами обсуждать эти теории и высказывать о них свое мнение. Всем большое спасибо, дорогие друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца и я буду вам дико благодарен, если вы распространите это видео как можно больше своим друзьям, знакомым, мне правда будет очень приятно, потому что мои разборы собирают мизерное количество просмотров, учитывая, что, допустим, фигурки там по 300 просмотров, а разбор по 150, по 200 максимум. В общем, я буду вам очень благодарен. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok